Всем привет, ребята! Вы в игре Кухонная лихорадка, симулятор малого бизнеса на игровом жуке, и с вами Ленуська, это я. Такс, куда мы пойдем? Остров у меня еще не открыт, я его не открываю, потому что я торможу, я хочу повыше уровень, чтобы были кафешки, которые мне интересны, потому что там бар райского наслаждения, который является филиалом ада на пляже, вафельный рай, где, в общем-то, у сластеного зуба сведет от отсутствия сладкого, и бар мороженого, где тебе придется усиленно попотеть, прежде чем это мороженое раздать. Поэтому я остаюсь пока в городе, это самое меняемое, и так как я играла в социальной сети ВКонтакте, я примерно предполагаю, какие кафешки что из себя представляют. Мы идем с вами в пиццерию, потому что, в общем-то, мне здесь не надо напрягаться, так как у меня плиты прокачаны, но по факту я вам скажу, что нифига подобного, 25 уровень я уже прошла, соответственно, сейчас будет с каждым уровнем тяжелее, и будет заставлять меня все время что-то до улучшать, это стандартно. Мы с вами открыли новый формат, этот формат называется... мы не просто готовим, мы еще узнаем о специфике кухни, в реальности, как это есть. Я так подумала, зачем вам время тратить лишний раз, а меня слушая. Поэтому в прошлый раз я вам рассказала кое-что о пицце, кто не смотрел прошлый ролик, смотрите, а сейчас будет время загадок. Время загадок. Для тех, кто смотрел, им будет просто отвечать, они будут об этом, это все знать. Загадка номер один. Самая острая пицца. Где вы ее можете попробовать? Давайте, давайте, варианты ответов. Кто знает, пишите в комментариях, и получат от меня... не знаю, что получат, но что сюда получат. Конечно, я вам дам сейчас ответ. Что же, я садись, что ли, чтобы не давать вам ответ, просто я даю вам время подумать, чтобы вы что-то написали. Где вы можете попробовать самую острую пиццу? Ого! Но в Индии, да, 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 ребята, в Индии они добавляют пиццу-приправы, острые соусы пошли именно оттуда. О, у меня на фразу, о, самая острая пицца, сразу Саша обернулся, типа, а, чё? Просто они везде эти приправы были же в Индии, везде пихают во все блюда свои острые приправы. Да, да, да. Если хотите не острые, вам надо об этом сказать. И то вам принесут острые, а если вы не скажете, вам принесут очень острые. Скажем так, после того, как я ездила в Индию с Сашей в своё время, ну, как-то нас туда случайно занесло, мы как-то не хотим больше, потому что я так похудела после Индии, потому что я боялась реально всё есть. Везде грязь, везде грязные ногти. Нет, люди очень хорошие. Ну, это реально страшно, когда ты приехал, образно говоря, после Европы и даже России, это реально немного напрягает, потому что вообще я поняла одно. Самые счастливые люди – это люди, которые имеют плохое образование. Потому что когда ты хорошо образован, ты прекрасно понимаешь, что ты можешь где подцепить. И какие афёры в той же Индии есть с водой, с коктейлями. Мне даже было страшно сок пить свежевыжатый, который там готовился везде. Он был очень вкусный, очень сладкий, потому что они, ну, ну, что греха таить? У них такие погодные условия, что овощи, ой, господи, овощи, фрукты у них растут абсолютно везде. Не надо особо напрягаться, только их срывай и делай из них что-то соки и продавай туристам. Но здесь первый момент. Я как-то была один раз в кафе с соком, я попробовала. Слава богу, мой желудок выдержал. Вот, Саша, не помню, выдержал, не выдержал этот момент. Они не моют овощи, ребят. Максимум они их оботрут, чтобы пыль стереть и всё. Потому что в Индии вода – это ресурс достаточно такой, чистая вода. Это ресурс очень такой ограниченный. Поэтому они реально не будут её просто так делать. Поэтому реально страшно что-либо покупать на улице, что-то есть. Вы никогда не думали, что все индусы такие худые? Не потому что они мало едят. Некоторые индусы едят очень даже хорошо. Но они просто худые. Я даже не хочу разбираться с тем, что если я сейчас вам начну говорить, сколько существует различных видов паразитов, то вам не то, что есть не захочется, вам вообще ничего не захочется. Это реально страшно. Как бы глисты и острицы – это самые простейшие паразиты, которые легко и быстро определяются. Но есть паразиты, которые в вас могут жить десятилетиями, и вы никогда о них не узнаете, специально не сдавая какие-либо анализы. Причём есть паразиты, которые вас медленно будут убивать, и при этом их никто не сможет диагностировать. Даже в России очень многие люди умирают, потому что они пробуют грязную ягоду в лесах, ещё что-то делают. Почему нельзя ничего грязного есть пробовать? Надо обязательно всё мыть. И мыть с мылом обязательно. Это, ребяточки говорят, некоторые родители не просто так. Ну, их просто обучали. Некоторые не понимают, зачем это надо. Но я своей племенце, правда, объясняю, зачем это надо. Она показала пару фильмов, после этого она начала мыть руки так тщательно, что скоро протрёт их по полной. Надеюсь, ещё не забыла. Но реально Индия – это страшно в плане питания. Поэтому они везде добавляют острые специи, потому что если прожигает, то, образно говоря, твой животок, может прожечь и всяких червяков. Но по факту вам могу сказать, что тот же васаби, он червей не убивает, который японцы везде пихают сушами. У них... То, что мы едим в России, это не васаби, это какой-то... Скажем так, любой японеца плюётся и скажет, что это за фигню вы мне подсунули. Она не острая, она вообще никакая. Даже найти настоящего хрена, то есть, чтобы знали, хрен – это не слово, когда ты кого-то там куда-то посылаешь надолго и далеко. Это именно продукт. Причём хреновая закуска – это не значит, что она невкусная. Она очень вкусная. И она, образно говоря, русский аналог васаби, только пробирает гораздо больше. Найти её очень сложно. То, что я сейчас покупала в магазинах, хреновую закуску, по сути, я не знаю, кто её готовил, но что-то у меня возникает сомнения о наличии хрена в ней. Ну, я сибирячка, я ещё знаю и помню, что такое хреновая закуска. К сожалению, я сама не готовлю её, потому что у меня нет удачи, я не выращиваю хрен, и где его вообще покупать, я не знаю, потому что в магазинах наших я не видела. Это надо, наверное, на рынок специально идти, что я тоже не особо хочу сделать. Я не такой фанат хреновой закуски, хотя иногда хочется. Могу вам сказать, что иногда, если ты чуть-чуть, типа, болен, попробуешь, сразу выздоровеешь. Да-да-да-да-да. Она именно действует на иммунитет. В каждой стране были свои какие-то блюда. То есть имбирь это для кого-то, для японцев, азиатов любых, карри с острыми приправами, для индусов. А для нас... А для нас хрен. Звучит, конечно, так. Это прям... Э-э-э-э, куда вы пошли-то, а? Эх, чёрт побери, я ещё не прошла. Так, мне уже хватило, чуть-чуть не хватило. Так, мы разобрали, что самая острая пицца в Индии. Вторая загадка. Как в Италии называется пиццерийщик? Давайте, давайте. Кто помнит, кто не помнит из прошлого вида? Как в Италии называется пиццерийщик? Пиццерист? Нет, не пиццерист, Саша. Ещё вариант. Пятьсот лет. Пиццерило. Пиццерило? Нет. Р там не присутствует. Пиццайло. Пиццарь. Я бы пиццайль назвал. Пиццайло. Пиццы, пиццарь. Ло, ло, ло. Пиццайло. Причём пицца существует пятьсот лет. Пятьсот лет существует. Удивительно, как раньше она не существовала, потому что сыр и хлеб известен давно. По сути, как бы существовал просто сыр с хлебом, который чуть-чуть плавили, потому что это было вкуснее. А теперь вопрос со звёздочкой. Суперсложный вопрос, ребята. Ах, сейчас будет вам непросто. Как называется японская пицца? Давайте, давайте, ребята, думайте. В каждой стране, когда пицца приходит, начинают готовить пиццу как-то по своему рецепту. И Япония не стала исключением. Понятное дело, что в этой пицце куча морепродуктов. Вообще куча морепродуктов, каких только можно и нельзя. Они вообще любят морскую живность всю. Какую только можно и нельзя. Такс. Подсказка начинается на букву О. Я это даже вам не произнесу. Мне надо посмотреть, как это называется. Шучу, конечно. Принесу. Ещё там есть буква С. Упс. Упс. Я, кажется, попала в просак. Этот просак называется просто. У меня... А, что я думаю-то? Упс. Такс. Я потеряла время. Дождётся, интересно, вот та красотка пиццы, которую она заказывала. Хотя какая она красотка-то? Она мальчик. Я могу рассказать рецепт японской пиццы, после которой вы поймёте, что мы живём в шикарной стране, где готовят вкусную пиццу. Ребят, я в полной попе. Вот реально, я ошиблась, и теперь мне лень выкидывать пиццу, и у меня теперь, по сути, стоит куча пицц, которые я не знаю, куда деть. И одну, и вторую, и третью. Я даже не хочу выкидывать пиццу, потому что я и так проиграю этот раунд, поэтому смысл мне напрягаться. Нет, нету никакого смысла мне напрягаться. Угу. Я не дам тебе пирожные, иди отсюда. О-о-о-о! О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-о! Какие-то пиццы хочешь. Странные. О! Так-с. Я пока пыталась разобраться, какие там составляющие в этой пицце, я ошиблась. Короче, японская пицца называется око-но-мияки. Око-но-мияки. Запомните, вот это легко достаточно. Око – это глаз, но, типа, не надо мне такую фигню. Мияки – ну, это они любят всякие яки. Яки везде добавлять, куда угодно. Пицца из себя представляет лепёшку теста, на которой положены любые морепродукты, какие они могут приготовить. И дальше идёт сушёная стружка тунца, которая неизобильно посыпает это. Ну, конечно, будет, наверное, там ещё какой-то соус, потому что всё это в сухом варианте не может быть. Сыр я не заметила по фоткам той пиццы. И представляет она из себя такое месиво, достаточно ужасное, достаточно противное. Кстати, теперь вопрос номер, какой там, третий у нас. Он достаточно простой в плане того, что в какой стране мира у нас появилась пицца под названием гавайская. Нет, ребята, это не Италия, для тех, кто говорит. Гавайская. Ну, тут как бы всё понятно. У нас где существуют такие места, как Гавайи? В Америке. Правильно, правильно. Значит, гавайская пицца у нас родом с Америки. Именно они придумали ложить в пиццу ананасы и её нямкать. Гавайская пицца, как ни странно, моя любимая пицца. Да, я правда с курочкой её люблю, хотя некоторые её любят с бекончиком. Так, я вместо сыра решила ложить колбасу. Ужас, ужас. Ужас. Так, сели. И соус. Откуда вообще родом пошла пицца? Вопрос номер. Номер. Не знаю, какой номер, но какой-то там номер. Кто ответит? Правильно, из Италии. Это был лёгкий вопрос. Вообще, как ни странно, если вы хотите стать поваром, но не хотите готовить много и не хотите быть супер толстым, то лучше всего идти вам в пиццерийщики. Да, да, да. У них отдельная профессия. Они, как ни странно, получают достаточно денег, потому что пицца готовится быстро. И если ты готовишь вкусную пиццу, профессиональную пиццу готовишь. Я, правда, не понимаю, какую можно профессионально-непрофессионально готовить, если ты её умеешь готовить. То есть, быстро раскатывать тесто, быстро всё делать, начинки. В Италии проходят чемпионаты даже среди пиццерийщиков, пиццайло этих, где разрабатывается. Кстати, есть такой выкидыш пиццы, который напоминает наши русские чебуреки, но только менее вкусный. Как думаете, что это такое? Я об этом ещё не говорила, но мы проверим вашу логику, насколько вы догадливые у меня зрители. Правильно? Это закрытая пицца, ребята. Саша у меня такую пиццу вообще терпеть не может, он её вообще не понимает. Готовится она так же, как обычная пицца, только в конце. Пирог называется. Как бы она складывается, и получается что-то про образ какого-то чебурека. При этом куча в ней начинки идёт, какое-то тесто. Она вся разваливается, потому что концы-то не скрепляются. И выглядит она реально как-то, ну, очень странно. Саша правильно здесь сказал, что она напоминает чем-то пирог. И есть такая разновидность такой пиццы. Она на любителя. То есть, не все её любят. Называется такая пицца по-итальянски кальционная. То есть, у нас как бы кальционные вообще-то брюки. А кальционная, да. А у них кальционная – это пицца. А в переводе значит конвертик с начинкой. Перевод логичный такой. И, кстати, касательно такую пиццу усовершенствовали израильтяне. Да, там тоже готовится пицца. Она делается очень-очень тонкий пласт теста, посыпается сыром, всё это выпекается. И потом сворачивается трубочкой. И вот такая своеобразная кальционная естся. Это делается тогда, когда у тебя нету никаких приборов. Ты не можешь порезать пиццу. Ты не можешь взять какие-то там, не знаю, вилки, тарелки. Кто-то ест пиццу и ножом с ложкой, вилкой. И таким образом они идёт и едят. Сейчас вы будете смеяться, но в России пицца до 90-х годов практически отсутствовала. Пиццу очень хорошо рекламировали. Прям очень хорошо рекламировали. Сейчас, я так понимаю, что, скорее всего, вы не захватили это. Но вполне возможно, вы логически у меня можете предположить. Самая длительная реклама пиццы. Она шла по американскому телевизору и завоевала весь мир, потому что это сериал. Сериал, который суперпопулярен. Блин, что я делаю-то? Ну, я переигрываю, ребят. Я как-то две обычные пиццы поставила, я даже не поняла это. Если будет лишняя пицца, давай мне. Да я с удовольствием бы тебе дала, после себя, правда. Сериал, который шёл на американском телевидении, который транслировался везде. И, насколько мне помнится, в этом году сняли единственный эпизод этого сериала. И каждый из актёров получил там что-то больше миллиона за то, что согласились сняться в этом сериале снова в одной серии. Ну что, что, что? Не догадываетесь? Вот моя ошибка. Я ей ставила и ещё раз поставила. Ай-яй-яй-яй. Ладно, поставлю так пицца. Это сериал «Друзья», ребят. Наверное, только ленивый не слышал об этом сериале. Я его, кстати, не смотрела. Да, Леночка любит танцы сериалов, не смотрела сериал «Друзья». Будете хохотать сейчас, но это действительно так. Я его не смотрела. Потому что Леночка смотрела «Подруги» сериал. Нет, я и «Подруги» тоже не смотрела. Я не уверена, что я хочу его смотреть, потому что просто, ну, это как бы не совсем мой жанр. Это не фантастика. Это вообще ни о чём. Это просто как к сотружеству друзей. Я не знаю, ребят, я какие-то там отзывы слышала постоянно о нём, что супер-мупер-пупер, сериальчик, весёлый какой-то, тэ-тэ-тэ. Но, с другой стороны, когда посмотришь на всю эту картинку, поймёшь, что у тебя нифига нет друзей. Но всё, что на экране, это не значит, что так есть в реальности. Скорее всего, нет. Потому что большинство из этих актёров друг с другом не особо любят общаться. Один, по-моему, вообще отказался даже из-за денег возвращаться. Но всё они стали там очень хорошими миллионерами после этого сериала. И в Америке они просто обожаемы людьми. Так вот, по-моему, он снимался что-то больше 10 лет. И в каждой серии была пицца. Да! В основном, потому что они ничего там не готовили. Они жили только на пицце. Они всё время заказывали пиццу, ели пиццу за экраном, в экране. То есть, всё время её поглощали. Я не знаю, сколько им заплатили пиццерийщики вообще. Скорее всего, просто они договорились по бартеру, типа, вы нам пиццу поставляете. А мы вам рекламу дадим. Хотя, я думаю, всё-таки заплатили, потому что там реклама стоила очень дорого. Но по факту, да, это смешно. Так, ну не грусти, солнышко-то моё. Я ему пиццу не даю. Он так загрустил. Правильно, попкорном подавись пока. Так, да. Так, у меня уже больше никто не придёт. Вопрос успею. О, я им отдала. Только я не прошла, да? Прошла, прошла, прошла! Е-е-е, ребяточки, я молодца, я молодца, я молодца, ца-ца-ца-ца-ца. Вот видите, если долго мучиться, что это да получится. Короче, видимо, придётся всё-таки этих друзей несчастных смотреть. Только о них поговорила и сразу попёрла. Да, так что теперь вы знаете самый такой сериал, который очень хорошо по всей стране. Да, господи, не по всей стране, а по всему миру. Потому что это сериал, который закуплен был, кем только не закуплен. Ах, который распиарил свою пиццу. И не свою пиццу, и вообще такую приобрёл специфику, что пиццу есть на ужин и не на ужин, а это модно. То есть можно пригласить на свидание в пиццу, можно ещё что-то сделать, и пицца стала всеобщей любимым продуктом. А вы любите пиццу? Пишите, пишите мне в комментариях. И мы посмотрим, любите ли вы в наш клуб, войдёте или нет. И помните, если долго мучиться, что это да получится. Всем пока!